всем привет ребята за моей спиной на шторах это отблески заката то есть у нас все так же серая как было раньше но вот закат чуть-чуть добавил ярких красок в сером таиланде сегодня мы начинаем с вами гулять по египтом я в составе великолепной компании из популяриза популяризаторов извиняюсь науки саша и гоша соколовы их прекрасные супруги еще несколько друзей значит они это все организовали они меня позвали я бы просто гостем и все ни в коем случае там не спонсором ничего то еще такое мы уже не первый раз так заезжаем в египет и всегда это великолепно а в этот раз было это десятикратной великолепности потому что к нам иногда мог приходить и что-то нам рассказать уважаемый максим лебедев это ученый египтолог он занимается именно египет копает уже очень много лет то есть он руководитель российской экспедиции в египте просто в египте настолько много всего да там ну не знаю вырыто наверное процентов 10 от того что нужно там раскапывать им до археологически да египтяне естественно сами не справляются это все стоит дорого и поэтому они привлекают археологов со всего мира вообще отовсюду в том числе и русские там копают и чехи и поляки и немцы и японцы и вообще все подряд ну вот максим лебеди лебедев руководит экспедиции российской одной из в египте уже то ли 15 то ли 17 лет и он является в хорошем смысле фанатом и маньяком египта то есть он очень много знает читает египетские древнеегипетские иероглифы естественно очень хорошо знает историю очень хорошо знает материальную культуру и насколько я понял неплохо знает он еще местный язык арабский да и конечно я теперь понял что вот путешествовать по египту самостоятельно и с египтологом это две огромных разницы и самостоятельно я больше не буду то есть я считаю что нужно всегда вот когда ты едешь такие места как вот египет именно исторические до камбоджа что там латинской америки развалины древние например вот я был не так давно в городе дубровник там нужно взять нанимать специалиста и не просто гида а именно специалисты человека с научным званием как бы мы максима не нанимали он помогал нам просто бесплатно по дружбе рассказывал подсказывал но я понял что вот без него потом когда мы ходили когда он не мог нам приходить но я себя чувствовал идиотом потому что египет со специалистом и без специалиста это две огромных разницы просто громадных вообще и конечно было прекрасно что он смог иногда нам уделять время значит есть для любителей египтологии на моем канале есть новость я стал спонсором главным и единственным вот в этом году экспедиции которая начинается у нас осенью сезон археологически в египте да но когда уже не так жаркой туристов нет и поэтому мне разрешат на несколько дней приехать посмотреть потрогать и покопать и в этом году и в следующем году тоже естественно все буду снимать показывать обязательно это то о чем я мечтала с детства я думаю что многие из вас тоже мечтали с детства вот и наконец-то это свершилось как бы это круто то есть вот ждем далее следующий момент я снимал там в разные дни в разное время это все как бы перемешано сейчас мы кусочки с монтажером моим расставляем где-то было такое что вот я рассказал что-то прошло несколько дней я уже забыл что это рассказал я рассказал еще раз ну не обращайте внимание то есть понятно что когда ты на бегу все снимаешь ты не помнишь говорил ты это или не говорил ну повторение ничего страшного мать учения следующий момент саша и гоша соколовы они занимаются пропагандой научного отношения к жизни и пропагандой науки соответственно у нас есть такой термин который мы постоянно они проводят великолепные формы рекомендую их портал anthropogenes точка ру я наткнулся него очень много лет назад и с тех пор фанат поклонник смотрю подписываюсь они проводят форумы это когда в какое-то помещение большое приезжает много зрителей и ученые выступают развенчивая те или иные мифы до мифов у нас очень много ну сами слышали наверное знаете что земля плоская но опять же по моей теме что масс невозможно разбить уничтожить да и много много другого и я как бы давно этим интересуюсь я вот эти все теории заговоров что нас обманывают я их просматриваю постоянно постоянно самого детства я еще когда был маленький мне попала в руки книжка эрик фон деникин и все я уже не был как прежде никогда там вот это все мне было лет наверное 14 13 и там что инопланетяне прилетали точно сто процентов смотрите вот доказательства и что снежный человек тоже был и атлантида тоже было я вот этого обчитался и сразу во все поверил но лет к 16 годам к 16 я уже все эти мифы у себя в голове полностью развенчал то есть ну наука очень четко доказать например помните да хрустальный череп который нашли в гробнице в латинской америки в пирамиде он такой загадочный от него исходят такие флюиды надо только его взяли когда на анализы и привели анализ царапин которые были нанесены ему когда его полировали под микроскопом это все рассмотрели оказалось что в микро царапинах забита плера полировальная паста которую в англии производили на каком-то конкретном заводе вот в деревне кузюкина да эту пасту производили с 1912 по 1916 год состав идентичен на сто процентов ну то есть инопланетяне или древний майя пользовались этой пастой чтобы полирнуть этот черепок и вот так вот все мифы развенчиваются но я продолжаю следить за всеми этими интересными историями потому что во первых развивает фантазию вторых интересно все это потом посмотрел ага оказывается все у нас дома зарыты вот в питере например все закопаны по всему миру потому что было наводнение огромное цунами потоп поэтому есть до потопный период и после потопные и вот осадочные значит вода нанесла глину осадки и дома все закопала какой по второй этаж какой по третий тут же берешь и читаешь почему так на самом деле и там собственно все очень просто понятно но многие дальше вот эти вот эту информацию вот эту информацию не проверяют и верят в это и когда мы ездили по египту мы постоянно там использовали термины альтернативная наука плоскоземельцы альтернативная история это вот как раз люди которые верят во все эти инопланетные мифические ситуации которые при вот самой простой попытки их проверить разваливаются рассыпаются напрочь полностью и в моем окружении как бы нет таких людей потому что ну все образованные все читают книги если им что-то говорят на ютубе что смотрите вот это ученые сделать точно не могли они берут и проверяют оказаться еще как могли но многие люди до этого почему-то вот к этому этапу не приходят своей жизни просто верят и я их называю плоскоземельцы вот этот термин он у меня там везде присутствуют плоскоземельцы говорят что так думают вот это и когда я стал кусочки вот я был в египте и онлайн непосредственно кусочки выкладывал знаешь и поездки в телеграм вот насколько я думал что но у меня то уж точно образованные люди подписаны у нас все-таки там занудопедия всякие формулы мы показываем к синге не геометрии кристаллов и все такое нет оказалось что у меня в группе и среди подписчиков сотни плоскоземельщиков которые считают что вот весь египет построили на понятияне только он весь кривой полностью там ни одной ровной линии от вообще ни одной совсем но инопонятияне кривыми лазерами все это вытащили там даже были споры какие-то там сотни комментариев даже кого-то пришлось забанить кто переходил на личности свободы у меня нет ни на ю тубе не в телеграме никакой демократии так это я объяснил по поводу терминов далее мы ездили во все места куда по плану должны были заехать и в каждом из этих мест саша и гоша уже знали что ага здесь плоскоземельщики нашли очередной артефакт который сделать невозможно руками вообще совсем никак вот мы не получается это делали точно лазером и мы этот артефакт находили смотрели он весь кривой и поэтому у нас как бы получается что мы отдохнули и развлеклись попутешествовали но при этом у нас там параллельно идет постоянно развенчивая вот этих развенчивание плоскоземельных мифов да просто многие задут вопрос что там постоянно кому-то кому-то пытаясь доказать ну я вот как бы по сути это такая небольшая издевка когда вот они фото с одной стороны где выгодно вот если с этой стороны и вот при именно таком освещении вечернем когда очень высокий контраст да например сфотать вот эту стелу да на карте идеально ровный ну ты чуть-чуть другой стороны заходишь там все кривое но вот как бы люди используют эти ракурсы моменты так следующее с этим разобрались почему я постоянно кому-то что-то там объясняю зачем вот для этого потому что оказалось что среди моих подписчиков плоскоземельцев тоже много вот поэтому объясняю это борьба с невежеством далее по поводу того что руками невозможно было в каменном веке они никак не могли обрабатывать гранит ничего из него сделать не могли заходите на портал антропогенез точка ру они есть youtube у них и сайт и вконтакте везде не есть смотрите это все они делают руками без лазеров то есть тут даже спорить не о чем вообще далее следующий момент про египет вот такое просто свое мнение расскажу много раз был этой стране и в ее нет туристической части не морской не курортной части скажем так туристов на развалинах тоже полно но вот в моем личном рейтинге я никого не хочу обидеть ни в коем случае просто высказывать свое мнение да моем личном рейтинге египтяне самые агрессивные приставучие наглые и но живые до люди это я не знаю почему так это национальная какая-то тема или с чем это связано но ты выходишь из дома и пока ты доходишь до кафешки чтобы поработать сесть не знаю тебе нужно пройти 200 метров к тебе пристанет ну хотя бы пять человек хотя бы причем люди от взрослый мужик не знаю ему там 50 лет у него борода вот отсюда вот до сих и он в этой вот одежде национальной мусульманской и он только что вышел из мечети увидел тебя у него сразу цель наводится чик-чик-чик захват цели и все он пошел с тобой и он готов на все он может тебе врать он может тебе угрожать вот ты сейчас ты должен пойти со мной магазин купить сувениры должен пойти со мной там куда-то поехать на какую-то экскурсию просто дай мне денег и вот ну как бы нет в голове не укладывается то есть во первых почему солидный взрослый мужчина может унижаться до вранья чтобы заработать знаете там ну не знаю два доллара они конечно хотят больше но получается иногда один-два доллара иногда вообще не получается человек на это готов тратить часы то есть он отец какого-то солидного семейства у него есть дети внуки он мечеть ходит несколько раз в день он говорит про себя что он мусульманин как это бьется с мусульманством я вообще не понимаю совершенно то есть причем кто-то говорит что ну мы же типа не мусульмане нас можно обманывать они точно также обманывают туристов мусульман например из индонезии приезжают туристы мусульмане они точно также обманывают друг друга египтяне египтян мне тяжело всегда я даже не знаю как на это реагировать не знаю но такие истории стандартные берешь такси договариваются что мне вот отсюда вот туда сколько будет стоить он сам говорит своим ртом 12 долларов приезжаешь оказывается 30 и у него начинается реально истерика потому что я тут вас сейчас порежу я вас убью вот 30 долларов и все один рассказывал что он мы ехали не останавливаясь из машины он не выходил что он по дороге за нас заплатил налог 14 были просто потрясающие истории везде где ты кушаешь тебя пытаются обмануть очень настойчиво и агрессивно везде где ты покупаешь воду еду тебя пытаются обмануть в отеле тебя пытаются обмануть в отеле куда ты приехал и ты платишь деньги и тебя как бы должны обслуживать и защищать тебя пытаются тоже обмануть для меня это странно и знаете для себя пытался много раз объяснить вот почему они такие почему у них так много игры что прям все но у них очень много вот таких агрессивных каких-то лгунов которые себя выдают за правоверных за адептов религии добра правды и миролюбия да я у них спрашивал то есть там идешь по улице к тебе постоянно кто-то подходит до тебя докапывается привет как тебя зовут откуда ты приехал как вам египет я вот им стал потом отвечать уже когда они довели ну реально вот скандалить каждый раз когда ты хочешь кушать или просто вышел из отеля это тяжело морально да вот они подходят типа как вам египет я говорю ну сам по себе египет отличные люди что-то не очень ого это что не так с людьми у нас постоянно пытаются обмануть вот и 1000 на к нам подошел на начаться начнешь нас обманывать они говорят у них несколько объяснений первое не может такого быть это были наверное не египтяне берет он мужик сидит он в кафе видишь вот он только что нас терроризировал тогда он говорит а наверное это египтянин но не мусульманин он копт копты христиане у них нет совести они обманывают всех ягода нет вот смотри он в национальной одежде у него борода и он только что ходил в мечеть перед тем как нас начать шантажировать а ну тогда это ну просто пахочек а я вот не такой вообще мы египтяне мы не такие потом не рассказывали когда мы были в нубе что вот египтяне обманывают а мы нубийцы мы не такие мы никого не обманываем значит ну из потрясающих историй например была такая это где-то дальше рассказывал но повторюсь да что ребята пришли в кафе покушали долларов на 20 им выставили 200 долларов оказалось что это просто уличное кафе то есть столики на улице стоят они спросили а ну как бы 20 долларов понятно остальные 180 за что им сказали а это билет за входа в кафе то есть вход кафе платный нас обманывали вот у меня уже насколько глаз наметанный все равно получалось то есть мы пришли покушали покурили кальян и нам принесли причем суммы такие нам принесли знаете там на 150 долларов это при том что ну и да там стоит 23 доллара мы такие типа за что это ну вот кальяны дорого там траляля таки ну ладно уже завтра она вставать давайте не будем ругаться давайте уже заплатим пойдем спать наконец-то заплатили он отходит подходит следующий еще 150 долларов это вот то первое 150 это были только кальяны он уже уехал домой все он закрылся а это вот не за еду и напитки то что вы тут покушали и это постоянно вообще и бесполезно как только пытаешься что-то выяснить сразу них отключается знание английского и конечно ну очень неприятно да и люди становятся очень неприятные когда вот это постоянно везде происходит но я с удивлением узнал что оказывает туда приезжает много европейцев и европеек покупают там дома остаются жить европейки в том числе особенно много русские украинки выходят замуж за египтян и на ютубах к целые каналы и истории отношений замуж за египтянина погуглите всегда практически то есть 99.9 процентов это заканчивается очень плохо но тем не менее они выходят они выходят замуж за шейха а знаете то есть я вот задумал что шейх это какой-то очень богатый человек да а значит оказывается вообще вот что такое шейх в их культуре это мужик который очень хорошо изучил коран это все то есть это не знаешь он там честный какой-то очень уважаемый богатый нет нет просто мужик который изучил коран или очень часто мужик у которого просто есть борода то есть я шейх все и вот наши тети едут блин жалко конечно странно но с другой стороны думаю что они скорее всего сами хотели стать жертвами поэтому они то попали не знаю так это я отвлекся немножко в общем путешествуем по развалинам смотрим все изучаем проверяем то есть то что мы там говорим что вот смотрите это сделать могли это делали руками есть эксперименты уже их много и русские и не русские это все делают руками обрабатывают гранит без металлических железных инструментов медными трубками и абразивом сверлят гранит пилят режут и все что угодно делают на вот это все реально в египте вот я давно много изучая египет как любители естественно да и был там много раз пока я не видел в египте ни одного артефакта который он действительно вызывал бы вопрос ни одного вообще я спорные артефакты все изучаю внимательно и многие из них видео вживую если у вас есть вот какие-то вопросы по египту вот вам кажется что нет наверное там как-то все слишком круто сделано вам нужно просто египет посмотреть все это вот с разных сторон вот достаточно бывает одну статую или саркофаг обойти посмотреть просто с разных сторон все все становится на свои места ты понимаешь туда это делали люди и не с очень даже ровными руками будет несколько серий вступление вот только у нас в первой части пока приятного просмотра всем доброе утро начинаем наш экспедицион день 1 тут местные ваша от лошадкам устраивают разминку поскакали туда вон зачем-то он наша часть нашей компании ждем водителя водитель традиционно конечно же опаздывает вот он решил сквозь бюджет на шоу внутрь прокидывай в карманы то есть это уже в римское время эти были сфинкции уже тогда это был типа заброшенный да интересно что здесь шотландцы они проводили георадарные исследования они обнаружили еще раз аллея на очень хорошо считается сейчас на ноты до данных георазведки и у египтяна есть план и раскопать когда-нибудь как в уксоре и сделать она идет идет от бабастеума на самых лучших забрали но они сделают то же самое как в уксоре я думаю то есть начале в конце поставить и там начинается некрополя 3 4 династия эти все знаменитые например вот эти все горки это все керамика да а это это либо отвалы 19 века есть в основном редко пол но там много керамики да а дальше некрополя династические пойдемте пока сюда никто больше вот я тоже саша нам научился читать вот так как я вам его рано примерно да вот там вот я вижу вот это вот это вечно аджет на что такая личность для вечно вот это вот вечно вот это дает жизнь жизнь вечно да а вот это вот это это создал он а там по ему написано нет никто не создал да кроме ни один царь не создал там ни один царь это вот саркофага не сделал а вытяжку включили вот тут тоже саркофаг и смотрите он не ровный во всех плоскостях вообще он и так делает и вот так вот делает украина есть принципе вообще ни одно ровно и нету вот она так изгибается туда-сюда то есть вот если сфотать при выгодном каком-то расположении то кажется все ровно и а вот пожалуйста но можно сфотать так что кажется что просто великолепно идеально все ровно и а что что прочитайте здесь написано это хэм нэчер раб божий грубо говоря это жрец слуга бога а это вот осирис то есть жрец осирис читать надо вот так да стану в данном случае вот так птички смотрят туда то есть они могли писать и так и сяк смотри это же вот похоже на это это глаз это ир осирис вот это вот осирис написано вот я еще могу сказать а вот это хаппи от нас подношение а вот это и это человек да 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 я вижу то есть подношение а вот этот вот зазубринки это что-то это н это иероглиф обозначающий в данном случае это союз да а вот это при приносить да и и приходить и приходить это вот опять хотят 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 а это немедленно что а у них времена были приходил или придет увезем их продвигаем не совсем такие как у нас уже на портус на самом деле пустой ротушь ремейского времени они рисовали пустой картушь то есть при птолемеях как бы намекая то что идти за ремей это не настоящий царь греческий а у них есть истинный царь да да вот они рисовали пустой картушь вот но это все просто это все уже позднего времени с натурамиевская само сооружение построено уже где-то начиная здесь есть малые катакомбы куда не пускают с рамсе со второго а вот это все уже построено уже гораздо позднее такого 6 7 века до нашей эры вот это все заложено причем первые саркофаги были деревянные вот столько факт один из кстати последних саркофагов а я про него смотрел да он весь кривой суша и вот отбросили и ничего туда не положили внутрь да получается мне на самом деле очень интересно то что они тащили-тащили а потом приходит такой начальник рабочего все результаты ну да типа там заказчик заказчик умер или не перевел деньги и вот что я хочу посмотреть во первых тут вот это вот от возможно от светильников тут копоть а вот эти дырки очень может быть от балла то есть они тащили саркофаг они веревки перекидывали научил то есть я так понимаю что не балку делали протащили сколько-то опять делают только напротив вот этого ничего нет а тут возможности научить а может она волью где это не обязательно потому что они одно углубление часто ли перейдите они туда заносили а сюда просто расклинивали да 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 тянешь ты это она упирается да и тут кстати следы от ну я так понимаю от зубила какого-то этих зубил на каменных и собственно это все кривое вообще полностью то есть здесь нет ни одной ровной линии это высокоразвитая цивилизация просто высокоразвитая цивилизация у него задача построить так чтобы не было ни одной ровной линии да они просто уже тогда знали про современное искусство каждый ну скажем кто попал сюда не ходил но и какие-то уважаемые граждане паломники приходили сюда и вешали стол на которой было написано что такой-то такой-то сын такого-то был здесь и принес жертву подношение опису вот и этих стел тогда уже здесь мария все копал девятнадцатом веке большая часть стел уже валялась вот некоторые были на местах он их просто все вывез они сейчас строятся в угле а это стелы вот эти мотивные до которые были оставлены паломниками а были еще стелы которые были сделаны а собственно при похоронах самого описа они висели на стене которая закрывала нишу сейчас нишу видит ниши были закрыты камнем и там висели стелы вот эти с надписью уже что это вот такой на опис с такого-то по такой-то год жил здесь покоится вот таких стел тоже есть на них они тоже хранятся в основном в море вот а здесь вот мы видим один из последних саркофагов который брошен прямо в коридоре при загадочных обстоятельствах тут есть надписи вот здесь надпись сейчас пытались разобрать здесь написано например здесь жрец осириса некое подношение делал опису здесь написано хатт и вот здесь интересно пустой картош вот так сказать египтология говорит что пустой картош это такая типичная история для поздних времен для птолемеевских времен в египте потому что у них был царь птолемей но тут намек что это не настоящий неправильный греческий царь а если тайный царь это настоящий а он был на самом деле вот этот вопрос а понятно но вот здесь все в нишах говорит что эти какие-то известняковые стеллы это ерунда саркофаги но тут есть и базальтовые стел сделаны довольно таки качественно но они в углу есть в нашем фильме мы показывали здесь есть еще вот что что интересно вот эти ниши судя по всему остались от деревянных балок через которые были перекинуты веревки когда тащили саркофаг они тут через равные промежутки времени в стенах есть а еще есть дырочки углубление с копотью и еще говорится что они получили столько то мясо пиво серебра значит одежды за то что они вытащили до катакомб и вдвое больше за то что они вытащили в катакомбах потому что в катакомбах труднее вот там написано что это делали значит сколько их было 11 дней это очень быстро насколько я понимаю большую часть они его везли наверное тоже по нилу вот а здесь уже тащили тут не такое большое расстояние еще раз а он не такой на самом деле и тяжелый но мы вообще хотим это проверить в эксперименте вот может быть получится соответственно у нас есть расчеты про то что с применением вот простейших таких вот приспособлений типа перекинутой балки через который трос куда они они стояли вот так то есть вопрос где они помещались то есть видимо они стояли за саркофагом вот так был перекинут трос а вот двигался туда ну возможно тут еще какие-то ребята его рычагами толкали он стоял на деревянных катках как то так можно пойти они были закрыты тут было все заложено каменной кладкой и стелла висела так что туда в общем ну никто зайти не мог то потом уже разломали все саркофаги вскрыли все барахло выгребли то есть они частично были разграблены еще в древности когда мариат пришел все все саркофаги были открыты причем можно увидеть что у большинства крышка сдвинута в определенную сторону и тоже там есть некое предположение как они двигали тоже веревку перекидывали крышку надо было чуть-чуть сдвинуть под нее какой-то клин и приподнять ее туда залезть вытащить там было золотишко всякое то есть этот офис был в золотой маске с золотыми копытами туда было напихано еще всякого к нему добра вот не каждый год умирал бог воплощен в этом бычке пойдемте что-ли саркофаги посмотри так говорит вам конкретнее чтобы я вам сейчас но это лучше говорить с саркофагом здесь вот один из чудесных саркофагов вот видно что крышка сдвинута в нашу сторону у них у многих крышка сдвинута вот сюда если присмотреться мы там тоже по идее здесь не очень хорошо видно можем увидеть отверстие в потолке тоже были балки через которые перекидывали тросы и на тоже грабить это дело тоже грабители делали вот но естественно не только грабители то всего что должны были сдвинуть не возьмет как его туда опустили нужно были только дотащить но и опустить в общем еще марьет предположил что это было заполнено песком значит его туда затаскивали он находился на неких там до сша ты какой-то там по бокам есть нише где находились работать рабочие и они отгребали песок из-под него там в полу специально еще такие углубления чтобы это можно было сделать чтобы он опустился до самого низа и марьет пишет что они сами провели такой эксперимент что в одной из них саркофаг стоял на песке и он попросил рабочих чтобы они стоя по бокам лопатами песок откидывали в стороны и саркофаг который при этом был наполнен камнями еще поэтому он был очень большого веса спокойно опустился до уровня пола то есть версия вот такая он там след от белый от инструмента это сверло ли что это вот это я думаю что это уже какие-то современные метки на них на многих что-то наклеено вообще я так понимаю что это уже при современных работах их как-то там помечали но вообще весь криво ни одной ровной линии на нем нету но там вот на нем такие видны характерные выбоины то есть как бы они исходили из качества материала то есть он мог быть там с какими-то неоднородностями с полостями конечно он не идеален хотя да они очень большие самый большой саркофаг мы его увидим он кстати первый каменный саркофаг который здесь есть его гранитная крышка лежала у входа это саркофаг царя амасиса он весит 45 тонн и крышка еще там тонн 25 самый большой на нем кстати надпись есть мы еще посмотрим пойдемте есть явно стой 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 да весь это душа явно кого-то сказать не покинувшего этот мир пробежала с босыми ногами оставив следы на крышке этого саркофага более интересно что мы видим тоже тут углубление над ним куда видимо тоже вставляли балки возможно чтобы сдвигать крышку а вот здесь мы видим одну нишу и вторую нишу по сторонам где верно размещались по работе в которой грибали песок когда его опускали сам сам по себе интересный материал синий парфир и синий парфир и синий парфир и синий парфир синий парфир все кривое все кривое дальше let's go этот самый надо почитать до какого там значения откалиброванный угольник тут залезал кто кристофер да да от 16 тысячных дюйма это известная кога это в каком году было это было в конце 20 века в 21 где-то вот 1099 2001 годы вот где-то так он он залезал сюда с угломером каким-то невероятно точным и как он сказал в интервью он искал погрешности и не мог найти их это внутренние углы внутри да он внутри мерил ты хочешь это сказать на камеру нас это записано прошлый раз или нет сейчас мы будем попробуем договориться и перемирим вы поняли да в чем ситуация сказали что здесь все суперидеально это дело внеземная цивилизация скорее всего давайте спорить на что-нибудь я выступаю за то что здесь все суперидеальным будет и что это следы инопланетного вмешательства саша на что спорим так чтобы лучше видно очень низкий уровень надписей тоже линии не ровные и сама поверхность неровная но можно сфотать так что будет выглядеть просто идеально вообще вот это вот линия тоже она вся волнами идет вот так вот вверх вниз и право влево здесь одна прямая она идет вот прям волной сейчас покажу и в принципе тут уровень самой иероглифики вот глаз например даже он просто криво даже относительно прямой линии сделано ну тут не одна линия кривая тут нету ни одной ровной линии вообще в принципе здесь вот так видно должно быть а здесь здесь явно стесывали какой-то дефект был какой-то дефект изначального чем смотри они знали что вот это будет не видно что смотреть будут той стороны и они плохую сторону развернули сюда некрасивую тут все в ямах полностью и все кривое вот углы сбитые то есть они делали красивого как правило только с одной стороны что время сэкономить вот с этой стороны он в десять раз кривее чем с лицевой стой подожди скажешь все в кадр так что попробуем давайте давай ну что вот ты снимаешь мы все снимаем поездил мы находимся в серапеуме мы здесь были два года назад мы тогда залезали один из саркофагов измеряли его внутри сейчас перед нами другой саркофаг один видимо из самых последних саркофагов который здесь появился уже видимо на рубеже нашей эры первый век до нашей короче говоря это один из немногих саркофагов на котором есть надписи причем различные альтернативно исторические товарищи утверждаются надписи были нанесены на него позднее потому что они такие вот не очень качественные но здесь мы видим что вот эти рельефы они идут поверх например дефекта как минимум можно сказать что во первых видно что поверхность его очень неровная то есть в идеальной обработке здесь очень идет впрочем это просто показывали и в по моему мы снимали это когда были здесь опять же два года назад тогда мы не измеряли этот саркофаг нам к сожалению не получается залезть внутрь вот потому что не удалось нам об этом договориться да здесь можно прочитать например написано вот здесь если кто-то сомневается здесь написано апис осирис вот здесь вот именно говорится что этот саркофаг для упокоения именно аписа осириса то есть это божество воплощенное в виде быка который одновременно является одним из воплощений бога осириса вот мы сейчас попробуем измерить хотя бы внешние углы этого идеального саркофага вот для чего у нас есть угломер сейчас я при вас его включу я его откалибрую вот смотрите ноль так не ноль все он показывает топ 0 и теперь мы попробуем померить уголки внешнего так весь восемьдесят девять и семь девяносто и пять десятых девяносто и одна десятая снизу он более идеальный чем сверху так давайте попробуем с этой стороны ну тут правда настолько сбитый угол что как бы можно конечно попробовать вот к плоскости положить ну девяносто три и четыре десятых здесь видно что большой дефект был видимо у заготовки восемьдесят девять и две тем не менее давайте попробуем вертикальный угол я вот не вижу отсюда что там виталик говори камера видит прижми немножко восемьдесят и шестьдесят чего-чего не-не-не там девяносто и восемь по-моему это другая сторона а верх ногами да ну сколько говорите непонятно подожди я же говорю девяносто и восемь девяносто и восемь девяносто и восемь да прижал девяносто ноль ноль идеально ну там ноль пять конечно но это ничто здесь действительно идеально так давайте тут смотреть так свет восемьдесят девять и девять хорошее качество хорошее девяносто один и пять вот тут уже не такое хорошее прижимают тщательно девяносто один девяносто один и четыре ну и к низу ухудшается а там улучшалось баш на баш давайте посмотрим кстати между крышкой ну вот с этой стороны с лицевой он несколько раз лучше по качеству чем с той возможно девяносто и пять десятых девяносто и шесть десятых знаете тут девяносто один ровно крышечку померяем так девяносто и 11 90 ровно ребята кайф Поехали 89 и 4 десятых 89 и 5 десятых теперь вот эти уголочки 90 и одна десятая почти идеально 89 и 5 десятых 89 и 6 десятых тоже вот описа series вот осирис ну что что ты хочешь увидеть вот это то увидишь да я продолжу вот так 89 и 70 89 и 9 упирается упирается вот так 90 и 2 91 почти практически идеально 90 градусов что скажешь можешь ты добиться таких результатов нет что говорить качество хорошее ну конечно на тех тысячных градусов о которых писал кристофер дан речи не идет погрешно здесь в пределах одного градуса скажем так но опять же к сожалению нам не удалось измерить именно тот саркофаг который измерял кристофер дан поэтому возможно он более крутого качества но что имеем то имеем этот блоге это вот боги с днем внутри им это отрицание я недавно смотрел лекции чудинова я могу прочитать яра москва похорон нет этот вимана мога москва у него там везде яра сплошная и он же реально ну как бы как бы ну как египтолог такому тексту подходит то есть он беру слова он разделяет текст на отдельные слова он находит царапины сначала нет серьезного на борт царапины которые складываются по его версии в древнерусский роман смотрит на детерминативы которые эти слова ограничивают он примерно забивает текст на слова потом он выясняет если 10 минус урис или нет ну и самое главное начинает пытаться по словарю ничего слова да ну вот ну и затем потихонечку это складывается какой-то там яра москва полетела у него тут он хамон это похорон какой-то везде ночь прикольно получается я с удовольствием смотрел часовую лекцию интересно все еще в серапеуме любуемся на огромные саркофаги и здесь просто можно показать несколько интересных элементов которые говорят что-то о том как не как этот саркофаг взламывали например потому что вот здесь на крышке мы видим такие прямо погрызы то есть это явно сколы оставшиеся от клиньев когда значит их вбивали чтобы приподнять крышку вот здесь прям такая щербатая вот эта часть крышки вот здесь мы видим в своде вот тут нишу и вот там нишу вероятно от деревянных балок через которые перекидывали тросы причем интересно что ниша находится только с одной стороны то есть полагает что вторым концом они балку просто вбивали между стенами с одной стороны делали нишу а тут просто так заколачивали и вот там вторая такая же ниша виднеется вот обратите внимание на углубление в полу вот у агюста мариетта который тут копал еще в 19 веке у него есть такая прям схема где показано крестообразное углубление в полу вероятно вот вот там такие были два углубления которые были оставлены для того чтобы стоящие по бокам рабочие отгребали песок когда саркофаг опускался вот с такой песчаной подушки на которой стоял опускался туда вниз насколько я понимаю это так ну как я позже по моему говорил мы записали да про то что он стоял на песке видимо потом песок отгребали и он постепенно опускался свое положение окончательно это было в нашем видео это было в нашем большом видео но здесь это просто можно еще раз показать как в каждом в каждой из этих ниш есть вот такие углубления по сторонам от саркофага и по идее здесь в полу должно быть такое же вот крестообразное углубление для того чтобы можно было из-под него выбрать весь песок их разломали вытащили просто пол и показать вот там такой выступ углубления тут углубления очень четко здесь это видно это быть в этой нише стали рабочие которые песок убирали хорошо вот еще звук идет здесь поскольку саркофага нету здесь еще лучше видно конфигурации этого пола и чтобы специально вот эти такие углубления по сторонам царкофага оставлены для того чтобы песочек из-под него вынимать было удобно он раз-два очень много ведь пишут о том что освещали электричеством когда строили но почему-то здесь такие нишечки тут прям для светильника углубления и попоть вот там видно и хорошо но видите также неинтересно а то что в опыте нету и все освещалось лампочками интереснее много вот это вот и вот прям может быть даже тут светильник глинин или свеча может стояла скорее все светили я пока они читают я покажу что все линии кривые посмотрите чип-чип-чип-чип-чип все волна видишь как могут показать так что все супер ровно и тут ведь и само дно кривое это же они даже разные длины короче чем например вот отлично сейчас видно вот от меня видно очень хорошо вообще супер четко вот сюда станет повыше я не знаю вот смотри два перевода текарами здесь подняться на поверхность но это да то что вот джек нет это властелин вечности что в общем я когда мы шли сюда еще я увидел просто потому что высокий что здесь вот на это брошенный саркофаг который не вытащили вот он да я видел что там что-то лежит я это что-то нащупал вот она и наш максим египтолог сказал что это это плошка в которую складывали импровизированные дары и приносили ставили ей четыре с половиной тысячи лет вот этой плошки она очень типичный узнаваемый он бит что это не новодел что это реально вот этой тарелочки маленькой для подношений до символических и четыре с половиной тысячи лет вообще жесть я ее нашел просто случайно здесь он что она не могла быть здесь самого начала это кто-то из туристов или с работников нашел и просто сюда поставил может быть кто-то подносит что-то кому-то но вот я ее так случайно здесь заметил гробница никого и 2350 и 350 до нашей эры вот прикол в том что это был парикмахер фараона то есть он острик и и часто у таких товарищей у которых был доступ к фараону была возможность нашептывать всякое им несли огромные взятки чтобы они нашептывали всякое да нужное выгодное и поэтому не гробницы часто были богаче чем у каких-нибудь министров финансов например вот такой как раз был такой ти товарищ который грамотно нашептывал ну и мах и зачем можно завести хорошо снабжен вот а это пену рейсе южная резиденция ну вот но с резиденции видимо царя а это сам ти был что ли вот это вот картинка большой на сша на самом деле получатом что нас опять почет ряд а это буква и вот эти ножи а я понял здесь еще раз повторяется утка это сын сын его улитка это его а возлюбленная это рогатая с гадюка а это не улитка это гадюка вот это вот мэри эф типа сын его у возлюбленная его а это паук это такая штука для как это называется ну да вспахивает а тут очень модный это сам это тизер низко давать а его сын царский парикмахер а тут вот насильственное кормление птички вот все едят сами но это что-то типа наверно домашнего зоопарка я думаю а это не хочет есть ее насильно кормят чем хэрэд нэчер это сам ти это украшение царя это ее титул украшение царя единственное и много спекуляций поэтому украшение царя единственное а это а тут написано жена его и возлюбленная его да ну то есть непонятно что такое украшение царя это либо какой-то титул придворной дамы то есть какие-то были отношения не ясно но у очень многих чиновников жены носили такую титул украшение царя что такое украшение царя возможно просто знантные дамы при дворе а может быть они отдавали эти свои штуки как наладили и соответственно тут госпожа сикаморы и потом ее имя ну соответственно дальше там продолжение титулатуры вот это кстати муж хаи эс если пройтись это полностью то что тут написано пройти внимание эс ну да и в результате что-то соответственно он обрезанный а соответственно есть если чужеземцы то они вот они например считают пенисы в менее того они не обрезаны то есть это чужеземцы да и там по количеству пенисов прям считали помните те горы пенисов на релье тут сцены или охоты или подготовки еды вот тут птички все или питание вот хамон несут на этот гусей это все они будут кормить парикмахера такая жертвенная формула идет да но здесь уже не Асилис а Анубис значит хотя бы он тоже был не там Асилис а здесь Анубис значит жертвы которые дают Сай жертвы которые дают Анубис да повремение это на западе уже и Сэмит это пустыня вот западная а дальше идет у нас значит великая старость и вот в данном случае старость изображена старушка да старушка не мужчина а урод урод нефер эм имаха да значит старость великая прекрасная соответственно в почитании или в качестве имаха хорошо снабженный или почтенный при Боге Великом бог Великого да и имя да а вот это вот что означает глава сушками глава сэхэр это тот хэр глава это хэр слабый да ну либо большим значением может быть вот типичный здесь был Вайс в 1777 год да это к сожалению очень много дураков хватало во все времена вообще а вот здесь глава вода да да тут вода с многократством аэроблифы это сами видно хорошо что они были не слышали разные технологии как выбивали наоборот выступающие остальные все тут тоже местами сохранился а вот вот здесь наказывает начальник дома пахоты сейчас кто приглянулся в общем совсем небольшая гробница но со знающим человеком здесь можно ходить неделю мы уже на второй час тут ходим и когда человек может читать иероглифы это все совершенно по-другому воспринимается а на самом деле тут она совсем маленькая то то есть она такая вот и там коридорчики узенькие это все посвящено парикмахеру фараона очень много встречается крестов соответственно крестьяне могли быть символом конечно же взять более древней цивилизации вот это интересный момент чтобы выглядело все дорого богато но при этом было недорого здесь имитация гранита то есть это асбест очень мягкий дешевый камень по которому лицам легко и быстро это все рисовать а сверху покрыт такой краской и затерто под границ сделано я про такой не знал то есть здесь специально вот в принципе вот сейчас похоже на границ а тут ниже сидит статуя этого и смотрит за тем как ему приносят дары очень интересно то есть ему оставили так чтобы он смотрел контролировал здесь ложные двери как вангарвате для каких-то духов сущностей на которые делится человек после смерти в частности этот чиновник очень круто художники рисовали видно эмоции корова лежит этот напуганный и бегемот бегемот схватил крокодила жрет и рыба не просто какая-то а тут можно конкретно понять какого вида рыба что есть а а а и и и не в и а и и здесь сквозь Мы спустились в катакомбу и здесь свечами так вот коптили специально, тут Шаляпин в 1903 году оставил такой коптильный иероклиф. А еще был некий Илья Машков, который в 14 году тут был, он потом в Советском Союзе был художником, но я про него ничего не знаю. А про Шаляпина я знаю. Надо измерить все, раз есть линейка надо все измерять. Залезай. Угломер сейчас мы его сбросим. Вот ноль. Теперь давайте мерить углы этого идеального саркафага. Что такое заклинило? Сегодня техника нас подводит. Вот давайте. Оп. Ага. Девяносто и пять десятых. Неплохо. Девяносто и три десятых. И две десятых. В целом неплохо опять же. А если так? Сколько там? Восемьдесят девять и один. Восемьдесят девять и один. Опять же все погрешно все в пределах градусов. На самом деле он не сильно хуже по качеству, чем Шаляпин. А тут? Девяносто ровно. Идеально. Так, а теперь внутренний угол. Слушай, Максим, они хорошего качества саркафаг делают. Эти. Вот это же парикмайкер. Ну вот здесь вот восемьдесят восемь и четыре. Да, парикмайкеру тоже. Медля. Восемьдесят девять и семь. Ну что, полезу внутрь-то? Ну хочешь, что есть? Ты сейчас весь перемажешься? Он второй. Так, там если кто идет, вы сразу включите. Восемьдесят девять ровно. Восемьдесят девять ровно. Сейчас надо будет просто еще отдельно записать комментарий, что мы меряем, а? Девяносто и девять десятых. То есть реально можно показать, что этот, типа, полипейский циркофаг, так сказать, девяносто и четыре десятых. Ну, не царский. Показывает, что примерно такой же. Тут у нас чего? А вот тут девяносто три. Нет, 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 нет. Стоп. Девяносто два и два. Ну, девяносто один и пять. Если так, восемьдесят девять и два. А этот мы мерили внизу. Ну тут девяносто один и один. Нет, девяносто два и три. Так, я тут уже весь в пыли. Вылезай. Ладно, я вылезаю. Так, в последний случай, это саркофаг царского парикмахера Ти Пятой династии. Вот. Правильно сказал? Вот. Мы решили его на всякий случай поверить. Это все-таки не царь, это уважаемый вельможа и царе. Мы в его гробнице в Санкаре. Это могила фараонского занавесочного. То есть человек, который отвечал за занавеску. За занавески сидел, естественно, фараон работал. Да, человек был, который ее открывал и закрывал. Для визитеров. Да, это до нашей эры. Вот, собственно, сейчас пойдем смотреть. После смерти у кого-то были претензии к этому мужику. В общем, стесали титул, у кого-то его. Это могли быть какие-то внутренние детки. Но, в общем, его имя и титул списали, стирали отступали. Да. Стесали. Это тоже приготовление питания, да? Как и в той. Это все приношение. Это приношение, да. И это приношение, опять же, это выраносство, которое связано с отдельными городами. Написано, что, значит, из MNUT, из поселений, NET, PRNJF. Просто PRNJF – это дом вечности. Да, я понял, что дом вечности, да? Это графница. То есть поселения, которые приписаны. Тут вот проработаны детали, мускулатура, прически. Да. А следующие уже нет. Это очень такая характерная история. Тут кто-то прям бросил работу. Я бы картошку не могла разобрать. Здесь вот только мышцы проработали, а дальше ничего не стали делать. А здесь только СВС. И тут кто-то стер имя человека. Видимо, был какой-то чиновник, который потом кому-то перешел дорогу. А для человека про него кто планировался? Да, Петерсалтель. А вот эти что делают? Вот у человека в руке платочек, чтобы пот вытирать. И это признак статуса. То есть он такой дворянин, что он даже пот вытирает. Как зонтик в югоосточной Азии, здесь вот поток. И посмотрите, ногти у него, да? В порядке. Саша. В общем, вот это тысяча. Это ткани, алибастер, птица, мясо. Да? Это что ты сказал? Пиво. Пиво, хлеб. Хлеб. Всего по тысячу. Поднесли. Много. А, подожди, а вот это? А сверху это вот подношение, собственно, да. Поднесли этому чиновнику тоже. Существующий санфакт подношения, да. Тут в одной комнате сохранилась краска. Зеленая, синяя. И когда все это было полностью покрашено, это выглядело примерно, как дача Ставропольского гаишника. Вон там синий пигмент остался. То есть все было супер яркое, расфуфыренное. И вот опять у всех другие платки, то есть символ статуса. Видите, я теперь знаю. И оказывается, это такой специально крахмаленный передник. Вот. Я думаю, что вот, например, у обычных людей его нет. А вот у этих есть. Я думаю, что с ним очень неудобно работать, поэтому они его носили тоже как статусность. Говорят что-то на непонятном опять. Во-первых, смотрите. Пальцы точно как у Будды. Да, похоже сильно. Ну, понятно, что кто у кого взял, тут понятно по датировке. Во-вторых, рассказал нам учитель, что вот это боковое помещение, в боковых помещениях качество картинок резко падает, потому что сюда было понятно, что мало кто будет заходить. Вот. То есть экономили. Поэтому здесь вот так вот сделано. Вот. И часто еще он рассказал, что экономили таким образом на уровне глаз. Делали хорошо, пониже и выше. Делали плохо. Ставили мастеров понешевле, чтобы сэкономить денежку. Ну, смотрите. Если мы учитываем, что это инопланетные цивилизации и все сделали, то это вообще никакую логику не упадывается совершенно. Так, можно? Ну, я сейчас по точкам посмотрю, где есть еще. Тут прям, так, качество, он, пожалуйста, деревенское, скажем так. Ну, вот здесь поставили каких-то студентиков рисовать. И заплатили, может, пивка отдали немножко. И все. А вот тоже студентик явно рисовал. Ну, смотри. Да, это по хату. Вообще у них с лицами. Что-то пошло не так, да. Ну, и здесь они отрезают лапу, ногу. Копыта. Буйвол? Не, они вместе с ногой. Ну, да. Ну, и буйвол тоже как-то странный. Изображен как какой-то пузырь. Вот у него глаз, то есть он лежит на спине, да, но нарисованы просто какие-то пузыри. Саша все что-то на научном там читает. Вот крестики что обозначают? Скажите, пожалуйста. Имя в данном случае. Имя? Нет, имя это находящиеся в, я так понимаю. Только это рен, и, у, а. А имид, это куда-то там, непонятно куда, я не знаю, смотрите. Рен это имя? Нет. Рен это прихождение. А, бью, это бык. А вот извините, вопрос, а этот крестик не мог крестьянцу перейти из этой культуры? Слушай, блин, любой крест мог перейти. Крест это такой слишком уж часто встречающийся символ, чтобы любой из них мог пройти в крестьянство. Нет, просто вопрос в том, что римляне на таких крестах, как в православии, они не распинали никогда. Да, там была палка. Да, там был Т-образный крест. И крест явно откуда-то из другой культуры. Ну, скорее всего, с египетской. Тут тоже студенты. Сделали. Я не помню, что у ранних копков, но крест, как крест. В общем, мы нашли ювелирную мастерскую. Причем. Тут они взвешивают металлы. Пустыня запах. Он стоит, записывает. Пустыня запах. Вот. Потом они вот нагнетают воздух, кислород, отливают, плавят. Через трубочки дышат. На шеванке до сих пор в данный момент так сейчас греют камни. Именно легкими. Это у них тут. Кстати, делают эти каменные сосуды. Разогрели. О-о-о. Отливка идет. Сейчас это что-то тоже увидим. Вот. Тут они их, наверное, упят. Тут у них молотки должны быть, да, наверное, я думаю. Они отбивают его с помощью. Да, да. Вот. И тут уже они делают ожерелье. Каменные сосуды посветить бы туда. Да. Это, сказали, что это другое ожерелье наш, учитель. Это тоже другое ожерелье. А где каменные сосуды? Вот. А, ну это сверлят, да, да. Это картинка очень знаменитая. Сверлят они. Красился у Кости. У него лучшего качества картинки. Пару с ним. Если можно. Сейчас я сделаю. Потому что у него прямо контрастный. Но это не бесплатно, конечно же, вы понимаете. Там контрастный. Ну вот, Саша, ты можешь сказать комментарии, а я поснимаю. Да. Это очень известный рельеф. Ну, я не знаю. В музее МХТП похожий сюжет. Здесь изображена процедура изготовления каменных сосудов. Вот здесь они высверливают полости. С помощью деревянной ручки с грузами. И там должна быть медная трубка. И песок. Да. Классика. Вот что там написано. А вот смотри. Большая сверлилка. Да? Вот это вот. Что это они делают? А там вот может сверлить маленькие дырочки. Я не вижу как раз. А мне кажется, это какая-то большая установка, которую они тянут со всех сторон. У нас тут уже большая там какие-то веревки. Сверлить. А, да. Да. Ну, там должно быть продолжение. Они там что-то, эти палубки везде идут. Так, вот смотрите, они идут. У них веревки. Да? Вот они держат. И вот еще этот поддерживает. Это они транспортируют статую. Каменную статую. Вот у них специально такая палубка. Типа как салазки. И они вот на веревках тянут. А этот товарищ, он благовоние перед ней развеивает, чтобы ей приятно было. И вот такие вот вещи, например, там… Это же битьяно. То есть те же самые, например, болтающиеся пенисы. Это вот для искусства древнего царства это нормально. Для искусства, скажем, среднего или нового царства имперского это уже все. То есть вот почему мне нравится древнее царство? Оно живое. То есть здесь очень много деталей, которые потом все это записанивались. А я во всех писем не рек сказать. Обратите внимание на ногти. И маникюрщики с тех времен тоже пользовались большими связями и авторитетом. Мы решали многие вопросы. Были очень уважаемыми людьми. И посмотрите еще. Ногти. Вот у него две ноги. Да? Здесь мы видим большой палец. Он загораживает остальные. И здесь большой палец. Он тоже загораживает остальные. Такого быть не может. Но так его принято изображать. Вот что значит, когда ты гуляешь с человеком, который разбирается. Все совершенно по-другому. Ребята тянутся сеть. Ну вот их много, да? Но вопрос в том, что все рыбки узнаваемы и их вид определяемый. Их всех уже пронумеровали и определили. То есть никакого вида. То есть они не просто каких-то рыбок рисовали. А каких-то конкретных. Здесь опять, смотрите, большой палец на одной ноге. И большой палец на другой ноге. Вот я, кстати, раньше этого реально не замечал. А вот тут другой цель написан. Унис. Вот это Унис. Саша что-то на научном говорит. Унис. Унис. Там пирамида Униса есть. А мне показалось, что паук это любовь. Мэри Анг. Да, да, да. А это тоже Удот? Это какая-то утка скорее всего. Тут вот Унис. А тут еще кто-то написан другой. И Кау какой-то. Максим, она спросила, что это царь. Тут разные царищины. Вот Удот. Плохо нарисованы. Египтяне заметили, что Удот очень долго остается с родителями. Поэтому Удот это был символ любви ребенка и преданности к родителям. То есть это, видимо, его сын. Поэтому он держит Удота. Вот статуя. Мы можем увидеть, как этот передник. Мы крахмалим. Вот этот вот, да. Выглядел ведь спереди. То есть категорически нельзя было работать с таким передником. Значит, такая статусная штука. И мы тут видим, что нос у статуи был накладной. То есть его в пазиках приделывали. Это древнее сооружение на планете Земля. Ну, такое крупное, да, скажем так. Тут была облицовка, поэтому она выглядела, как обычная тирамида. Облицовка отвалилась. 4700 лет вот этой штуке. Ну, и здесь еще другие легиозные сооружения. Вот мы подошли поближе. Сейчас поймем, у нас входит по билетам или не входит. Если входит, пойдем внутрь посмотрим, что там. Ну, я там был уже, там просто коридоры и все, сразу вам скажу. Ну, вот, кстати, сохранились элементы облицовки. Раньше она вся была вот такая, гладенькая. Потом это все обвалилось, местные собрали на стройматериалы. Вот тут, получается, мы в скале. Вот отсюда, за конец скала начинается пирамида сама по себе. Тут кедровые, наверное, балки. Ну, в общем, какие-то балки. И туда огромная, метров, наверное, 50 в глубину шахта. И там на дне гробница, но туда не пускают. Вот, только через разрешение от Министерства туризма, что ли, или истории, археологии. В общем, работа тут просто титаническая. Это огромная шахта, громадная, построена. И вот они, интересно, что они все камни закрепили болтами. Тут стекло почему-то, залито стеклом. Причем на потолке, блин, плямба стеклянная. В общем, это пирамида Джосера. И гробница там одна, которую мы сейчас смотрели. А вот тут вторая его гробница, которую мы сейчас будем смотреть. Для его какой-то другой сущности. Тут у каждого было по несколько сущностей в раннем царстве. Потом все это упростилось. Спустились мы вниз. Гробница. Огромные блоки. Она была разграблена. В ней ничего не нашли. И вон, это мы на дне шахты. Сколько здесь метров? Метров тридцать пять, я думаю. Девяносто три и шесть. Мне кажется, тридцать точно тут есть. Это просто египетский. После смены это же двадцать этажка. Да. Тут настолько криво, что тут как ни по карту не проложили. У нас тут один и один. Один и с той стороны. Хотя с той стороны. Все еще первый день, но у меня кончилась батарейка на том телефоне. Поэтому снимаю с другого. Та же пирамида. Здесь была такая дорога. Она была вся крытая полностью. Тут вот чуть-чуть совсем осталось. Но это восстановили, да? Тут есть тоже несколько любопытных моментов. Во-первых, это возможно первое изображение звездного неба в мире. Вот такие звезды. И даже осталась краска. То есть небо у них тоже синим было. Вот. Потом есть барельеф, как перевозят каменные колонны на лодках. Вот лодка и колонны. Вот тоже элемент. Корабельная снасть. Грибцы стоят. Вот. Там вон Саша рассказывает, они стрим делают. Здесь мои коллеги отливают золото. Это вот иероглиф, который обозначает драгоценные металлы. Это они дуют в трубочки, нагоняют кислород, температуру создают. Вот рыбный рынок. Блин, тут плохо видно. Это торговля рыбы. И кусочек отломан. Павиана ведут на поводке. Гробница. Это Ньянгхун. Как прочистить? Где? Ньянгхнум. Ньянгхнум и Кнумхотеп. Это маникюрщики и педикюрщики? Ну вот видишь, они были, значит, hair dresser and supervisors of manicurists. А, то есть это парикмахер и маникюрщик фараона 2300-2350 год до нашей эры. В общем, тоже были приближенные люди и могли свою волю бы нашептывать фараону. Замолвить словечко за уважаемых людей. Поэтому им подносили дары. Поэтому они себя чувствовали очень хорошо. Тут снова изображение воды. И очень интересно, что это вот просто вода, а это сеть. Вон они ее забрасывают, там еще рыбы нет. Очень прикольно придумано. Мояка-мояка, да. Это наполняется чего-то, да? А еще, ну в данном случае это просто папируса, они собирают пенусы. Рожается. Кстати, если снизу подсвечивается, лучше видно вот доение коровы. А вот здесь клепыша в уход, да? О, теленочек. Да. У него черненькие волосики. Здесь прям не просто пекут. То есть они его сначала изготавливают, подают. Ну да, полезно. Замешивают. И здесь написано, что ты делаешь из зерна. Затем они его дают и используют. То есть это, так сказать, технологическая цепочка. Это хлеборобы, да? Да, ну вот месят тесто, дают и пекут. Пекарь получается. Да-да-да, месят тесто. Вот здесь какая сохранность красок. Посмотрите. Ну, мои дорогие вы сюда пришли. Я вообще, когда мне говорят, просто пойдем в гробницу, я эту гробницу завожу. Это они бьют рыбу острогой. Вот у них опять так ловко нависована вода. Вот часть рельефа выступающего, а часть утопленного это с чем-то связано. В временем Египте, когда вот начинается царь, тогда вот Бог приходит к царице, и вот так вот у него обнимают, и те же вот так вот за руку, а вот этот Бор, они хожу в суд. То есть, вообще-то это такое... То есть это аллегория секса? Слушай, а потом идем к царице... Они друг с другом и скобки, я не понимаю. Талика, подсними, пожалуйста. Или это мне кажется? Да, это сцена... Потому что это все уникально. Так это двое мужчин, нет? Да. А поза, как он написал, похожая, но в сочетании с Богом, типа обозначается царицей и зачатие царя. То есть это весьма такая эффективная поза. Спасибо. Да. Да. Так, делают статуи. Вот статуя лежит, ее обрабатывают. Она вместе с постаментом. А вот художник расписывает. Это такой ковчежец. И он очень такой классный. У него палеточка такая есть. За ухом. Значит, еще одна кисточка. Такой традиционного русского художника. Это третья точка этих наших. А тут есть версия, что они камнями обрабатывают медную посуду какую-то. Блюда какие-то вот. Куют, полируют. Ну, это по сути холодная ковка называется сейчас. Тут что-то отливают. Это огонь тогда они изображали. Это раздувает. Ну, вот огонь, да. Едем мы из города Луксор в город Асуан. И вот у нас тут такое сооружение. Есть, ну, в принципе, это типичный храм-крепость, да. Но есть пару моментов, которые стоит показать. Во-первых, его практически полностью занесло песком. Вот по этот уровень примерно. И настолько хорошо занесло, что люди уже на той поверхности построили целую деревню. Вон, смотрите, там чуть-чуть есть. Их потом переселяли, этих всех людей. Вон еще дома. То есть это я стою внизу, а надо мной вот дома. И получается вот сейчас. Получается, что уровень был вот такой вот. То есть он надо мной проходил. Метров, наверное, 6-7. Вот. Это довольно поздний. То есть это уже новое царство. То есть поздний храм. И здесь несколько моментов. Во-первых, точно так же как бы не доделывали до конца. Скорее всего, им платили. Какой-нибудь инспектор-контролер прораб уезжал на следующий объект. Говорил, ну вы что тут доделаете все? Они такие, да, да, конечно, товарищ инспектор. Но они там, ну что, инспектор уехал, да, все, собираем вещи. И они сваливали. Очень много недоделанных мест. Вообще везде в Египте, весь Египет полностью это сплошной недодел. Ни одного объекта на 100% полностью завершенного здесь нету. Совсем. Поэтому говорить про какую-то там высшую цивилизацию, на понятное вмешательство, они не могли. Мы не знаем, как это сделали. Тут вообще речи такой не идет. Очень много рукожопых моментов. Огромное количество. Например, вот статуя бога Хора. Он там кого-то бьет. Смотрите, такая глубокая проработка, да? Пропивы глубокие. А тут опа. Пришел какой-то, я не знаю, кто там был. Главный скульптор или главный художник. Сделал этот он силуэт. И говорит, вот тут доделайте. И они такие, хорошо. И все. И они ничего не стали доделывать, естественно. Кто-то куда-то уехал, кто-то ушел. И они знали, что им ничего за это не будет. Я спрашивал нашего главного историка по поводу периода. Что может что-то случилось. Там пала империя. Вторжение. Он говорит, нет, ничего такого не было. Никаких вторжений империи. Вон песики. По своим делам ходят местные песики. Никаких вторжений не было. Все было стабильно. Просто империя была большая. А инспекторов или каких-то главных инженеров не хватало. Вот и все. Так, еще пару моментов. Сейчас вам покажу. Большое очень сооружение. Оно 130 метров в длину. Вот. И я говорил, что это уже позднее сооружение. То есть это уже здесь была династия Птолемеев. Это когда Македонский завоевал Египет. Один из его друзей остался здесь местным царем. Его звали Птолемей. И он основал династию Птолемеев. Кстати, Клеопатра она была из Птолемеев. То есть этнически она была гречанка. Вот. И потом это все завоевали римляне. И все это было потом под Римом. То есть получается римляне завоевали. Захватили власть не у египтян напрямую. А у греков. Да. Вот. И тем не менее они захватили Египет. И был такой император Феодосий. На тот момент уже было давно христианство. И он значит из Рима издал указ все языческие места поклонения значит каким-то языческим богам, религиозным сооружениям уничтожить. Поэтому была целая назначена бригада. Которые это были христиане. Которые несколько лет уничтожало вот это вот великолепное произведение искусства. Которое можно было просто оставить. Да. Зачем уничтожать? Ну нет. Надо все уничтожить. И вот они занимались вот такими развлечениями. То есть это такой христианский вандализм. Да. К сожалению. И очень-очень много здесь в рельефов уничтожено. А там внутри помещения там была библиотека. Библиотека. То есть там были папирусы которым тысячи лет собраны. Да. Там вообще все сожгли полностью. Все помещение закопчено. Сейчас я покажу. Сейчас зайду и запись нажму. Вот я внутри. Здесь просто великолепно сохранились перекрытия. Очень круто все сделано. И так хорошо сохранилось. Потому что его занесло полностью песком. И люди в нем не тусили несколько столетий. Иначе его бы растащили просто на строевой камень. То есть они же как повторно используют. Блоки выламывали на кирпичи. Разрубали и вперед. Ну вот. Вот это место спаслось. Именно потому что его песком занесло. Тут все подожгли. То есть здесь еще закопчено все у них. Здесь были деревянные структуры внутри. Ворота, двери, библиотека, мебель видимо какая-то. Вот это все сожгли. А это Гоша Соколов. Вот это вот. Смотрите. Видите какой важный. И. Насколько я понимаю. Мое предположение. Что вот это было тоже внутри занесено песком. Уже на тот момент когда отдан был приказ. Все уничтожать. А выше. Все выглядит вот так вот. Причем они прям заморочились. Они построили леса. И все искром сали. До самого потолка. То есть это высоко. Вот такие дела. То есть было вот так. Стало вот так вот. Молодцы. С уничтожением. Произведение искусства, архитектуры. Да. Справились на пятерочку. Хорошо что у тогдашних христиан не было динамиту. Иначе бы тут вообще ничего не осталось совершенно. Туристов очень-очень много. Очень. Но что делать. Мы вот решили сейчас ехать. Надо было конечно в январе. В январе здесь бы. Только мы гуляли и больше никого. Мы делаем длительный переезд по пустыне. В любую сторону пустыня. Куда ни посмотри. Это мы едем из Алксора в Абу Симбл. Там какие-то гигантские храмы. Саша говорит. Будем их смотреть. Но сегодня уже все. Нам еще долго ехать. А тут уже закат. Пустыня прекрасна. Одна из моих любимых книг Дюна. Сразу прям. Как декорации к Дюне. Пустыня.